часть 3 исчезновение маленькое шествие беззвучно двигалась мимо вечно вращающегося нескончаемого серпантина на рекламном столбе парикмахерской мистера красете мимо гасящих огни или уже темных магазинов по опустевшим улицам люди уже разошлись по домам после вечерни или последнего представления на карнаваре уиллу казалось что его каблуки стучат по тротуару диета далеко внизу раз-два раз-два считал про себя и думал кто-то говорит мне левый правый левый правый это стрекоза шепчет раз-два раз-два не джим тут уилл взглянул в сторону точно но кто там еще такой маленький пропащий сумасшедший каждой дыре затычка всюду сует свой нос карлик и рядом скелет не тогда позади кто эти сотни не тысячи людей шагающие по пятам дышащие затылок разрисованный человек уилл кивнул и заскулил высоко почти неслышно так что его могли услышать только собаки совершенно беспомощные бессловесные и посмотрев на искость через улицу он видел ни одно ни двух а трех собак заинтересованных событием и составивших собственную процессию которая то опережала шествие то замыкала его и хвосты развивались как флажки полицейского отряда сопровождения лайте подумал уилл глядя на все словно на киноэкран лайте зовите полицию но собаки лишь улыбались в ответ и продолжали бежать совпадение подумал уилл ну пожалуйста одно маленькое совпадение мистер тетли до а вы увидел но не видел мистера тетли он вкатывал деревянного дейца магазин закрывая шесть и на ночь поверните голову право ворчал разрисованный человек джим повернул голову был тоже повернул голову мистер тетли улыбнулся улыбайтесь прошептал мистер дак оба мальчика улыбнулись привет сказал мистер тетли скажите привет за шепталом кто-то привет сказал джим привет сказал уилл собаки залаяли бесплатные посещения карнавала шепнул мистер так бесплатные посещения сказал уилл карнавала рога гатал джим а затем словно хорошо отлаженные машины они разом прекратили улыбаться веселитесь на здоровье пожелал всем мистер тетли собаки весело залаяли вследствие проследовал мимо забавно сказал мистер так бесплатная карусель когда все разойдутся по домам через полчасика мы прокатим джима на карусели ты все еще хочешь покататься джим слышишь и и не слышишь эти слова замкнуты себе уилл подумал джим не слушай глаза джима блуждали и было трудно определить какие они мокрые от слез или просто блестящие ты будешь путешествовать с нами джим если мистер кугер не выживет а это вполне вероятно ведь мы еще не спасли его хотя еще раз пожалуй попробуем так вот если он не выживет джим как ты насчет того чтобы мы стали партнерами я сделаю так чтобы ты подрос до самого замечательного возраста 22 25 лет дак и найтшейд найтшейд и дак прекрасные имена для таких как вы и для таких представлений с которыми мы объедем весь мир что скажешь джим джим ничего не ответил погруженный в навеянный ведьмой сон не слушай вопил про себя его лучший друг который ничего не слышал но услышал все а уиллу спросил мистер дак давай крутанем его назад и еще раз назад а превратим его грудного младенца в бэби для карлика пусть он таскает этого клоуна младенца показывает представление каждый день во все следующие полвека как тебе это понравится уилл вечно быть младенцем неспособным болтать и рассказывать все те прелестные вещицы которые ты знаешь да я думаю это лучше всего игрушка маленький обмочившийся дружок для карлика должна быть завопил от ужаса но не вслух и только собаки залаяли в ужасе словно их забросали камнями из-за угла показался человек полисмен кто это пробормотал мистер дак мистер колб сказал джим мистер колб сказал уилл игла прошептал мистер дак стрекоза лучший уилла пронзила боль глаза заросли мхом клей схватил губы он почувствовал как что-то хлопает и машет возле лица которая снова совершенно немело скажи мистер колбу здравствуйте здравствуйте сказал джим колб проговорил сквозь дрем уилл привет ребята джентльмен повернитесь сюда приказал мистер дак не повернулись они обернулись лицом к лугам отвернулись от приветливых городских огней от безопасных улиц и влились в безмолвный марш участников карнавала не растянувшиеся на мели беспорядочная процессия теперь двигалась в следующей последовательности по край дороги тяжело ступая мигнущимися ногами потровешили джим и уилла окруженные доброжелателями которые безумно расхваливали им иглу стрекозу приносящую чудодейственную пользу за добрые полмели позади пытаясь догнать процессию ковыряла таинственным образом раненая цыганка который даже узор на пальцах символизировал пыль еще дальше шел привратник отец вот отставал отвлеченный воспоминаниями далекого прошлого то по молодому ускорил шаг когда думал о первой короткой схватке и неожиданной победе прижимая груди левую руку он на ходу жевал таблетки мистер дак на обочине оглянулся словно некий внутренний голос прям поименно назвал ему оставших солдат участвовавших в нынешнем маневре но голос затих и он не был вполне уверен в том что услышал он резко кивину и карлик со скелетом не отпускает себе джима и уилла продрались через толпу прохожих джим чувствовал как поток веселых жизни радостных людей омывается вокруг но они прикасаются к нему уилл слышал чей-то смех шумевший как водопад и шел сквозь этот ливень веселья целый рой светле очков танцевал небе чертово колесо освещенное грандиозным фейерверком распростерлась над ними затем они оказались возле зеркального лабиринта неуверенно пошли сталкиваясь наклоняясь и скользя по разлившимся перед ними ледяными прудами в которых ужаленные мальчики очень похожие на них самих появлялись исчезали тысячи раз это я думал джим но я не могу помочь себе подумал и не имеет значения сколько там моих отражений толпа мальчиков толпа отраженных рисунков кишевших на теле мистера дака поскольку он снял с большой рубашку переполняли теперь лабиринт и двигались к восковым фигурам выставленного его конце сядьте приказал мастер дак оставайтесь тут среди восковых фигур среди убитых застреленных гильотинированных задушенных мужчин и женщин два мальчика сидели как египетские кошки они не шевелились и не мигали и не глотали несколько поздних посетителей с веселым смехом прошли мимо они рассуждали восковых фигурах они не заметили тонкую струйку слюны протекнувшиеся в уголке рта одного из восковых мальчиков они заметили живого взгляда 2 воскового мальчика глаза которого до краев наполнились чистейшей влагой и капли скользнула вниз по щеке а снаружи ведьма ковыряла пробираясь через заграждение из колышков и веревок растяжек между шатрами леди и джентльмены ночная толпа состоявшая из трех или четырех сотен заядлых любителей зрелищ как по команде повернулась на голос разрисованный человек обнаженный до пояса весь в кошмарных змеях заболезубых тиграх сладострастных человекоподобных обезьянах хищниках готовых прыжку весь оранжево-розовый зелено-желтый возвестил последнее бесплатное представление этого вечера спешите спешите толпа ринулась главным подмостком расположенным около балагана уродов где уже стоял карлик скелеты мистер так самый поразительный опасный часто роковой всемирно известный трюк с пулей толпа удивленность загалдела будьте любезны винтовки тощий человек с грохотом приволок и показал зрителям блеснувшие в стволами арсенал ведьма замерла за мистер так громогласно объявил а вот и наш мир те тушители ловец пули рискующие собственной жизнью мадемуазель таро ведьма затрясла головой заскулила на рука мистера дака подхватила ее и как ребенка вытолкнула на подмостке ведьма упиралась на дак вышел вперед и продолжил пожалуйста кто желает выстрелить прошу толпа смущенно заволновалась губы мистера дака едва заметно шевельнулись полголоса он спросил ведьму часы остановлены нет захныкала она не остановлена нет но он едва не взорвался он бросил на нее испопеляющий взгляд затем повернулся к зрителям и с резком провел пальцами по стволам винтовок желающие пожалуйста остановите представление ломай руки сдавлено крикнула ведьма она продолжается будь ты проклята трижды проклята серебро прошептал и затем так незаметно собрал пальцами кожу на запястье где красовалась изображение черной монахи и слепой женщины и принялся давить и щипать его ногтями ведьма скорчилась в судорогах приезжал руки груди заскрижетал зубами застанала и затем в полголоса прошипела спасибо толпа молчала мистер дак быстро кинул я вижу желающих нет он почесал за разрисованное запястье ведьма содрогнулась в таком случае представление отменяется и есть есть желающие толпа повернулась на голос мистер дак отшатнулся потом спросил где здесь довольно далеко у самого края толпы поднялась рука и толпа расступилась мистер дак отчетливо видел одиноко стоящего мужчину чарльз хэллоуэй горожанин отец супруг склонный к самоанализу ночной странник и привратник городской библиотеки удовлетворенный руку толпы затих чарльз хэллоуэй не двигался он подождал пока зрители раступились и открылся проход до самых подмостков он не мог видеть выражение лиц стоявших на них уродов он окинул взглядом толпу и затем отыскал зеркальный лабиринт наполненный пустым забвением манивший отражениями пробежавшими десять раз по тысячи миллионов световых лет забвение перехватывала их дважды перевертывала глубоко погружаю не что лица падали в ничто и желудок страшно творной тяжести тоже обрывался в ничто но однако почему в этих покрытых серебром стеклах не было отражений дух мальчиков почувствовал или не почувствовал он трепетным кончиками ресниц если не самими глазами их шествие по лабиринту их ожидание там позади зеркал теплый воск их тел посреди стеклянного холода ожидание минуты когда их заведут ключом страха ожидания возможности бегства не сдержал себе час холло и об этом потом начнем-ка с другого иду крикнул он добро пожаловать папаша сказал человека да ответил чар с холло и я сейчас и он прошел через толпу вперед ведьма медленно завертелась завороженное приближением ночного странника под темными стеклами очков дернулись ее веки прошитые черными ващеными нитками мистер так заполнены изображениями составляющими целую цивилизацию наклонился с подмостков селись приветливо улыбнуться огненные колеса фейерверк крутились его глазах что 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 и стареющий привратник застывший улыбкой открывший ряд целлулоидно-белых зубов словно с рекламы печенье крекер джек продвигался вперед и толпа расступалась перед ним как море перед моисеем и смыкалась позади него еще не понимающий что же делать зачем он здесь но он твердо и уверенно пробирался вперед и вот и нога чар за холлоу и стала на первую ступеньку подмостков ведьма подражала почувствовав этом мистер так бросил на нее резкий взгляд затем быстро наклонился пытаясь подхватить пятидесяти четырех летнего мужчину под здоровую правую руку но пятидесяти четырех летний мужчина не позволил не только взять себя за руку но даже прикоснуться к себе он покачал головой бросил благодарю вас не надо поднявшись на подмостки через головой помахал собравшимся в ответ раздались одобрительные хлопки но мистер дак был поражен ваша левая рука сэр вы не можете держать винтовку целиться и стрелять одной рукой чарльз головой побледнел я сделаю это сказал одной рукой ура закричал мальчишка внизу подмостков валяя чарли раздался мужской голос толпа засмеялась зааплодировала еще громче мистер дак покраснел поднял руки чтобы загородиться от волны ободряющих выкриков хлынувших со стороны зрителей хорошо хорошо посмотрим сможет ли он это сделать разрисованный человек свирепо щелкнул затвором и швырнул винтовку смельчаку толпа из земли нахнула час хэллоуэй напрягся он поднял правую руку винтовка шлюпнулась на ладони он сжал ее она не упала его движение были точны и уверены зрители зауле люкали осуждая поведение мистера дака этот вынужден был на миг отвернуться молча проклиная себя отец уилла сияя поднял винтовку толпа не иствовала и пока волна аплодисментов нахлынула разбилась и откатилась назад он снова посмотрел на лабиринт где хоть и не увидел но почувствовал смутные тени уилла и джима зажатые между петаническими гранями отражений и иллюзии затем он снова встретился взглядом с мистером даком смотревшим на него словно медуза посмотрел на слепую взволнованную монахиню полночь робко пробирающийся под подмостком теперь она стояла в их дальнем конце прижимаясь к красно-черному кругу мишени мальчик крикнул вчера с хэллоуэй и и кто нибудь закричал он несколько мальчиков толпе нерешительно приподнялись на носках мальчик крикнул вчера с хэллоуэй подержи мой сын вон там он будет добровольцем верно выл ведьма взметнула вверх руку чтобы определить меру отчаянной смелости которая как взрывная волна ударила со стороны 54-летнего мужчины мистер дак завертелся влочком словно пораженные метким выстрелом уилл позвал отец уилл сидел застывший музей восковых фигур уилл еще раз позвал отец иди сюда сынок толпа посмотрел налево посмотрел направо оглянулась назад ответа не было уилл сидел музей восковых фигур мистер дак наблюдал за всем этим уже с некоторым уважением даже с известной долей восхищения хоть и не без досады оказалось он так же как и отец уилла ждал что же будет уилл иди же помоги своему старику весело крикнул мистер хэллоуэй уилл сидел музей восковых фигур мистер дак улыбнулся уилл уилле иди сюда ответа не было мистер дак улыбнулся еще шире уилле разве ты не слышишь своего старого папу мистер дак перестал лопаться ибо эту последнюю фразу произнес чей-то голос из толпы толпе засмеялись уилла позвала женщина у или позвал еще кто-то еще йо-хо-хо закричал какой-то джентльмен иди же уильям подхватил мальчишеский голос толпе смеялись все громче весело толкаясь локтями чарльз хэллоуэй звал они звали чарльз хэллоуэй кричал вдали они кричали вдаль уиллу или уильям тень шевельнулась и закачалась в зеркалах ведьма покрылась каплями пота вспыхнувшими на свету как хрустальные подвески там крики в толпе прекратились чарльз хэллоуэй тоже замок не решаясь больше произнести имя сына ибо уилл стояла входа лабиринт подобно восковой фигуре в которую он почти превратился уилл тихо позвал отец при этом звуки ведьма вспотела еще больше уилл как слепой двинулся через толпу и опустив винтовку вниз словно палку чтобы мальчик уцепился за нее отец помог ему забраться на помост вот моя левая рука объявил отец уилл не видел и не слышал как толпа взорвалась неистовыми аплодисментами мистер так не двигался хотя чарльз хэллоуэй все это время наблюдал за ним его голове изрыгали пламя и грохотали пушки но каждый выстрел лишь слабо шипел и тут же угасал мистер дак не мог догадаться что он замышлял и уж коли на то пошло и сам чарльз хэллоуэй еще не знал этого все происходило так словно он написал эту пьесу много лет назад сидя ночами в библиотеке потом изорвал текст и вот сейчас пытался вспомнить написанное он полагался на тайные открытия в самом себе продолжаем миг за мигом играя звуковыми воспоминаниями нет раскрывая перед собой собственное сердце и душу и теперь теперь его сверкающую улыбка казалось нарушила слепоту ведьмы невозможно она подняла руки к своим темным очкам с зашитым веком попрошу всех подойти поближе предложил отец уилла толпа сбилась вокруг помоста под мостки казались теперь островом среди людского моря смотрите на мишень ведьма медленно стаяла внутри своих лохмотьев разрисованный человек посмотрел налево и не ощутил обычного удовольствия от скелета который выглядело еще более тощим не порадовал его и карлик стоявший справа и пребывавший в состоянии полного детизма и сумасшествия будьте любезны пулю дружелюбно попросил отец уилла тысяча рисунков на подрагивающим как у лошади теле мистера дака не слышала просьбы так почему бы расслышать ее саму мистеру даку будьте любезны повторил через хэллоу и пулю и добавил смиренно чтобы я мог попасть блоху на старой цыганской бородавки уилл стоял неподвижно мистер дак колебался волнующимся людском море то тут то там вспыхивали улыбки сто двести триста белозубых улыбок словно огромная приливная волна поднятые лунными протяжениями затем начался отлив разрисованный человек медленно протянул пулю его рука напоминала ленивую струю черной патоки не хотел вытекающую из до из посудины он протягивал пулю мальчику и одновременно наблюдал заметит ли он мальчик не заметил но пулю взял его отец отметьте ее своими инициалами бросил мистер дак привычную фразу не сделаем по-другому чарльз хэллоуэй вложил пулю в руку сына чтобы тот ее подержал а сам здоровой рукой достал перочин и но чтобы вырезать на поле некий знак что происходит подумал я знаю что происходит или я не знаю что же мистер дак увидел на пуле полумесяц не счел это нарушение правил и зарядил ею винтовку которую бросил отцу уилла и тот во второй раз ловко подхватил ее уилл ты готов свежее как персик лицо мальчика было сонным он то и дело клевал носом чарльз хэллоуэй в последний раз быстро взглянул на на лабиринт подумал джим ты все еще там приготовься мистер дак повернулся было чтобы пойти ободрить свою старую пыльную подругу но остановился услышав вклад цене затвора это отец уилл достал патрон с пули чтобы убедить зрителей что винтовка действительно заряжена это выглядел достаточно естественно но преследовала еще и другую цель когда-то давным-давно он считал что в подобных случаях применялись поддельные пули сделанные из воскового карандаша свинцового цвета после выстрела такая пуля превращается в дым и пар не успев вылететь из ствола разрисованный человек ловко подменивший пулю уже сунул настоящую отмеченную полумесяцем дрожащие пальцы ведьмы он на должна была спрятать ее за щекой при выстреле она бы притворно дернулась словно от удара пули а затем обнаружила бы ее выхватив из-за своих желтых крысиных зубов фанфары аплодисменты разрисованный человек обернувшись на клацание затвора увидел чарза хэллоуэя державшего носковую пулю но вместо того чтобы раскрыть подвох через хэллоуэй просто сказал давай-ка прорежем нашу метку поглубже чтобы было лучше видно а малыш он положил пулю в бесчувственную руку сына достал перочиной нож пометил восковую пулю тем же таинственным полумесяцем и загнал обратно ствол винтовки готовы мистер дак посмотрел на ведьма то некоторое время колебалась потом слабо кивнула готов объявил чарза хэллоуэй вокруг ничего не изменилось также стояли балаганы и шатры волновалась только толпа зрителей озабоченно суетились уроду страхи замерла ведьма спрятанный джим должен был отыскаться древняя мумия раскаленная голубым огнем все еще сидела на электрическом стуле карусель ждала когда кончится представление толпа разойдется и карнавал продолжит свой путь с мальчиками и привратниками библиотеки возможности обманутым и одиноким уилл доверить длительно обратился чарз хэллоуэй к сыну поднимая потяжелевший вдруг винтовку я положу ствол тебе на плечо поддерживая его рукой за середину только осторожней бери уилл мальчик поднял руку так сынок когда я скажу держи задержи дыхание слышишь голова мальчика едва заметно кивнула он спал он видел сон сном был кошмар кошмаром было происходящее сквозь сон он услышал выкрик отца ряди джентльмены разрисованный человек сжал кулак портрет уилла затерянный в нем был раздавлен как цветок уилл скорчился винтовка упала тарас хэллоуэй сделал вид что ничего не заметил я и уилл в качестве моей здоровой левой руки хотим сделать один тот только один самый опасный подчас смертельный трюк с пулей аплодисменты смех 5 10 4 летний привратник словно сбросив несколько лет быстро и ловко положил винтовку обратно на дрожащие плечо сына ты слышишь меня уилл слушай это для нас мальчик слушал мальчик успокаивался мистер дак опять сжал кулак уилл слегка задрожал мы попадем в самое яблочко не так ли сынок сказал отец зрители добрительно смеялись а мальчик вдруг успокоился ощущая на плече винтовку а миссер дак все сильнее стискал покрытое персиковым пушком лицо нарисованные на ладони однако это больше не действовало мальчик оставался спокоен среди смеха который разливался вокруг и тогда отец придерживая приклад винтовки громко сказал а ну-ка покажи свои зубы уилл уилл растянул губы в улыбке показывая зубы старойки состоявшие около мишени кровь отливал от лица ведьмы теперь и сам чарльз хэллоэ улыбался во весь рот словно стужа сковала ведьму ну парень сказал кто-то в толпе да это просто здорово городе как испугалась смотри я-то вижу думал отец уилл его левая рука беспомощно висела а правая касалась пальцем спускового крючка винтовки он прицеливался пока сын твердо держал ствол заправлены в лицо ведьмы и вот наступил последний миг и в патронике была восковая пуля но что могла сделать восковая пуля эта пуля испариться в полете какая-то не польза зачем они здесь что они могут сделать глупо глупо нет подумал отец уилла стоп он отбросил сомнения он почувствовал что губы беззвучно произносят слова однако ведьма услышала все угасающим хохоти толпы прежде чем согревающий звук смеха пропал полностью он произнес эти слова одними губами лунный полумесяц которым я пометил пулю вовсе не полумесяц это моя собственная улыбка я зарядил винтовку моей улыбкой он произнес это один раз он ждал пока она поймет затем он еще раз повторил свои слова и секунды раньше чем разрисованный человек разгадал движение о губ чарльз хэллоуэй слабо воскликнул держи и уилл задержал дыхание вдали запрятанный среди восковых фигур сидел джим если накапывался подбородка притянутая ремнями к электрическому стулу ни живая ни мертвая мумия сдерживала зубами гудящую энергию рисунки на теле мистер дака корчились от боли залитые болезненным потом когда он последний раз тиснул кулак но было слишком поздно совсем спокойный уилл задержал дыхание подерживая винтовку совсем спокойный его отец сказал сейчас и выстрел один выстрел ведьма со свистом вздохнула вздохнул джим в музее восковых фигур и спящий уилл его отец и мистер дак и все уроды и толпа ведьма завопила джим сидевший среди восковых манекенов выдохнул из легких весь воздух уилл пронзительно закричал и проснулся разрисованный человек со злобным громким криком выдохнул воздух и поднял руку чтобы остановить событие но ведьма пала она упала из-под мозгов она упала в пыль с дымящейся винтовкой в здоровой руке вчера с хеллоуэй медленно выдохнул ощущая каждую частицу воздуха выходившую из легких он все еще смотрел через прицел на мишень где только что была женщина стоя на краю помоста мистер дак смотрел на вопящую толпу и прислушивался к выкрикам с ней обморок нет она просто поскользнулась она застрелена наконец-то расхлыло и подошел в стол рядом с радиационным человеком посмотрел вниз противоречивые чувства отразились на его лице удивление тревога даже испуг и некоторые странные облегчение удовлетворения женщину подняли и уложили на подмостках ее ее рот застыл беззвучном крике и лицо было таким словом она радовалась тому что произошло он знал что она мертва через мгновение и зрители узнали бы об этом он наблюдал как рука разрисованного человека пустилась чтобы дотронуться проследить почувствовать угасшую жизнь затем мистер дак поднял ее за обе руки как куклу дергал словно марионетку стараясь заставить ее двигаться начал отказывался жевать тогда он подал одну руку ведьмы карлику другую скелету они трясли двигали им пытались создать видимость пробуждения в то время как толпа зрителей пятилась назад мертвая но рана то нет думаешь просто шок шок думал тебя с холовой боже мой неужели это убил ее или другая пуля когда я выстрелил неужели другая пуля попала ей в горло неужели она подавилась моей улыбкой господи иисусе все в порядке представление кончено на просто в обморке объявил мистер дак представление кончено он говорил не обращая внимание на женщину не глянь на толпу но внимательно рассматривая уилла который стоял оглядываясь по сторонам выйдя из одного кошмара он очутился в другом и тут отец встал с одним рядом а мистер дак закричал все по домам представление кончено свет уберите свет карнавальные огни замерцали зрители столпившиеся под слабеющим светом повернулись как огромная карусель и когда лампы совсем погасли заторопились к нескольким оставшимся поводом заводим света словно надеюсь погреться в них прежде чем выйти на холодный ветер один за другим один из за другим огни угасли гасите свет крикнул мистер так прыгай сказал отец уилла уилл прыгнул он побежал вместе с отцом который так и не выпустил из руки винтовку выстреливший улыбкой сразивший цыганку и лжившие в пыль джим там они были около лабиринта позади на подмостках вышел мистер дак братья к ней проваливайте домой все кончено неужели джим там удивлялся ли уилл да да он там музей висковых фигур джим не двигался и не мигал джим голос пронизил лабиринт джим пошевелился джим моргнул задняя дверь выход была распахнута джим ощупью продвигался в ее сторону я иду за тобой джим нет папа уилл удержал отца который стоял у первого поворота зеркал чувствуя как боль возвращается в руку боль бежала вверх чтобы взорваться около сердца как шерва и молния папа не ходи туда уилл схватил его за здоровую руку позади них опустили подмостки мистер дак убегал куда куда-то где ночь поглотила свет где все огни погас или погасли погасли где все вокруг погрузилась светящуюся темноту и толпа зрителей словно листья которых раздуло с огромного дерева покатились по дороге и отец уилла стояла перед волнами стеклянных шквалов мушующих лабиринте его рука была зажата в стальную рукавицу боли и он знал что ему придется плыть через волны и ужасы чтобы бороться против того кто ждал там чтобы уничтожить его он видел уже достаточно много чтобы узнать закрытыми глазами можно было заблудиться но он знал что с открытыми же глазами на него навалится такое отчаяние такая мука что невозможно будет миновать 12 поворот но чарльз хэллоуэй отстранил руку уилла джим там джим и жди меня я иду к тебе и чарльз хэллоуэй шагнул глупый ринта впереди струились потоки серебряного света лежали пласты глубоких теней в зеркалах отполированных вытертых промытых их собственными образами и отражен жениями других людей чьи души проходя мимо чистили стекло своей агонии полировали холодный лед своей самовлюбленностью или сглаживали углы и грани потом страха джим он побежал уилл тоже побежал вдруг они остановились огни в лабиринте тускнели они угасали один за другим они изменяли цвет который становился синим затем ослепительным сиреневым цветом летней молнией затем свет вспыхнул словно тысячи старинных свечей под под паровым ветра между чарльзом хэллоуэем не джимом нуждавшимся спасение стояла миллионная армия людей с болезненно искривленными ртами с волосами цвета иния с белыми бородами они все они подумал это же я папа подумал за его спиной не бойся это всего лишь ты все эти люди всего лишь мой папа но они не нравились ему они были старыми слишком старыми и становились еще старее по мере того как уходили дальше вглубь зеркала не бешено жестикулировали когда папа поднял руки пытаясь отогнать этот дикий безумный повторяющийся бред папа подумал он это же ты но это было еще не все огни погасли совсем они испуганные стояли стеснутые глухой душной тишиной рука взрывалась темноту словно крот рука уйла она погружалась карман и рылась с ним ощупывала отвергая одно выискивая другое копала все глубже и глубже ибо он знал что пока вокруг темно этот миллион стариков могу ввести увлечь схватить уничтожить папу тем что они были в этом ночном безмолвии только за четыре секунды пока он думал о них они могли сделать с папой все что угодно если вы не поторопиться эти легион из будущего все страхи и тревоги приходящей жизни станут так значительны так зрелы так правдивы что невозможно стало бы отрицать да именно так папа выглядел бы завтра послезавтра через два дня и че еще через много дней и этот жуткий бег будущих лет раздавит папу скорее же скорее у кого карманов больше чем у фокусника только о мальчишке в чьих карманов всякой всячина больше чем у фокусника только о мальчишке вы выхватил из кармана коробок спичек боже папа скорее сюда он черкнул спичкой охватившая их паника улеглась они сгрудились вокруг них теперь на свету они широко раскрыли глаза их рты изумленно покривились как упали когда они увидели собственные отражения постаревшие дрожащие похожие на жуткие маскарадной маски стой кричала пламя спички и тут же слева и справа словно отряды стражей темноты ворвались тени и бросились к этому гибельному для них островку света в неистовом желании потушить спичку когда не дайте столько срок объединившийся злым уроком задушили бы этого старого очень старого слишком старого ужасно старого человека нет сказал вчера с хэллоуэй нет задвигался миллион мертвых губ выл ткнул спичкой в зеркалах и изъя нечищие мальчишки повторили умножили его движение нет каждое зеркало отбросило копье света которые незримо впивались проникая в самую глубину отыскивая сердце души легкие чтобы заморозить кровь жилых перерезать нервы парализовать разрушить и отбросить как футбольный мяч сердце уйла его отец внезапно ослабев упал на колени и вслед за ним тоже движение повторили его отражение в зеркалах повторил и толпа его ужасающих двойников которые были старше чем он сейчас на неделю на месяц на два года на 20 50 70 90 лет каждую секунду минуту и долгий после полу ночный час в которой он мог сойти с ума все тускнело желтела пока зеркала отражали его пропускали сквозь себя вытягивая из него кровь и сушая его почти безжизненно а затем привык кривляясь угрожали превратить могильный быль развеять по ветру его прах похожие на мертвые крылья конечных бабочек нет через хэллоуэй выбил спичку из рук сына папа не делай этого во вновь нахлынувшей темноте упрямое стадо стариков бухаясь сердцами продолжала двигаться вперед папа мы должны видеть уилл черпнул второй последней спичкой и в ее вспышки увидел что папа совсем скорчился на полу глаза зажмурены кулаки стиснуты это значит что он и все остальные все другие старики и запога снят огонь должны будут тащиться ковлять ползти все оставшуюся жизнь уилл схватил отца за плечо и стал трясти о папа папа мне все равно сколько тебе лет мне все равно папа рдал пришел не тебя люблю от этого крика чарльз хэллоуэй открыл глаза увидел себя и других таких же как он не сына поддерживающего увидел дрожащее пламя видел слезы дрожавшие на его лице и вдруг в памяти всплыл образ ведьмы ее поражение в его и его победу в библиотеке все это смешалось со звуком выстрела с полетом меченой пули с волнами разбегающейся толпы лишь мгновением дольше смотрел на все свои отражения и на уилла затем он из вас слышно что-то произнес потом сказал чуть погромче и вот наконец он дал лабиринту зеркалам и всему времени которые позади вокруг сверху внизу или внутри него самого единственный возможный ответ он широко раскрыл от и закричал во всю мощь и ведьма если бы даже она жила узнала бы этот крик и умерла бы вновь джим на и шейт прообравшись через заднюю дверь лабиринта бросился бежать затерялся среди карнавального городка но вдруг остановился разрисованный человек бежавший где-то между черных балаганов остановился карлик замер скелет обернулся все прислушались они услышали не крик который издал вчера с хэллоуэй нет но ужасные звуки последовавшие за ним сначала одно единственное зеркало а затем после некоторые паузы второе затем третье четвертое и еще и словно костяшки домино выстроенные одна за одной избивали друг друга и валились друг на друга их поверхность мгновенно покрывалась паутиной трещин ломавшие их жестокий взгляд со звоном и треском они ломались и валились на пол в минуту там образовалась это не раз неправдоподобная стеклянная лестница якова сгибающие разгибающие отбрасывающие прочь образы отпечатаны в зеркалах словно на странице книги света в следующий миг все разлетелось дребезги будто врезавшиеся в землю метеор разрисованный человек стоял как вкопанный прислушиваясь к этому звона грохоту и вдруг почувствовал что его собственные глаза их кристальная поверхность покрылась трещинами и со звоном разбилась это было будто чарльз хэллоуэй снова стал мальчиком и пел в хоре в этом странном дьявольском храме и выводил самую прекрасную самую высокую ноту добра и радости которая сначала стряхнулась обратной стороны зеркал серебро словно пыльцуз крылышек мотыльков затем разрушила образы таившиеся в зеркальных глубинах затем превратила в руины и обломки с самой стекло дюжины сотни тысячи зеркал и с ними старческие образы чарльза хэллоуэя обрушились на землю водопадом снега и лунного света и все из-за этого звука который он образовал в своих легких вывел в горло и пустил изо рта все потому что он наконец принял все как есть принял карнавал принял холмы позади балаганов людей на холмах джима и уилла и главное само себя и свою жизнь и принимая второй раз за ночь рисковал головой этим криком этим звуком подтвердил что принимает все это о чудо словно ярхонская труба его голос разрушил стекло вместе с призраками чарльз хэллоуэй закричал и сотворил чудо он отнял руки от лица ясный свет звезд и умирающее сияние карнавала сомкнулась дыря ему свободу отражение в зеркалах мертвецы исчезли они похоронены под скользящие звуки цимбал среди брыска стеклянного прибоя расплескивающего его ног свет свет кричал вдали чей-то голос разрисованный человек скрылся где-то среди балаганов и шатров толпа зрителя разошлась папа что ты сделал но тут спичка обожгла пальцы уилла и он уронил ее однако теперь было достаточно тусклого света строившихся вокруг он увидел папу который ступая по звенящей неразберихе зеркального стекла направо валялся назад через запустевшие помещение где недавно был лавиринт а теперь не было ничего джим дверь была распахнута при свете бледной карнавальной иллюминации они успели увидеть восковые фигуры убийц джима среди них не было джим они смотрели на открытую дверь через которую бежал джим чтобы затеряться в теплом сумраке ночи среди темных шатров и вот погасла последняя электрическая лампочка теперь мы никогда его не найдем сказал уилл нет возразилил из темноты отец мы найдем его где подумал уилл остановился далеко за дорогой скрипела карусель и орган клеопов вымучил из себя музыку там подумал уилл если джим и есть где-нибудь так непременно там где музыка старый смешной джим держу пари что бесплатный билет на карусель все еще лежит у тебя в кармане о проклинаю 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 закричала на затем подумал нет нельзя проклинать ведь он уже почти проклят но как же мы отыщем его во тьме без спичек без света и нас только двое среди всех их и мы так одиноки как промолвил уилл вслух но отец тихо сказал смотри и уилл шагнул к двери которая теперь слегка осветилась луна благодарю тебя господи она только что поднялась над холмами вызвать полицию никогда надо что-то делать всю минуту или не делать ничего есть три человека они кто мы и должны подумать уроды три человека был номер первый джим номер два мистер кугер который жарится на своем электрическом стуле номер три мистер дак с его кожей кишащий чудовищами спасти первого столкнуть двух других в адское пекло и бежать тогда я думаю уроды тоже разбегутся ты готов уилл уилл посмотрел на дверь на балаганы на сияющее небо господи благослови луну взявшись за руки они вышли из двери словно приветствую их ветер трепал брезенты балаганов похожие на изъединенные привраказы гремящие крылья огромного доисторического ящера они бежали в тени балаганов провонявших мочой они бежали по лугам пахнущим ледяным лунным светом орган клеопа шептал посвистывал выводил трели музыка подумал уилл как она звучит наоборот или правильно нам куда шептом спросил отец вот сюда показал уилл сотни ярдов у подножия холмов баганов вспыхнул голубой свет искры залетели падали и снова наступала темнота мистер электрика подумал уилл они пытаются сдвинуть его во время точно потащили его карусели чтобы убить или вылечить если они вылечат его тогда черт побери тогда они вместе с разрисованным человеком где же джим этой дорогой он шел в первый день этой дорогой на следующий день а след сегодня ночью на чьей стороне окажется он заведенный как игрушка чем-то крючком ключиком на наши старые дружище джим конечно на нашей но уилл колебался неужели друзьями остаются навсегда если говорить о вечности то можно ли их джимом сложить так чтобы получилось что-то круглое теплое красивые уилл посмотрел налево там запутавшись в развивающихся на ветру флагах и тросах неподвижно стоял карлик смотри папа сдавленно крикнул уилл а там скелет подаль словно засохшее дерево стоял высокий человек составленный из мормонных костей и омернутых египетским папирусами эти уроды почему они нас не останавливают боятся нас они испуганно может ранены и теперь бродят неприкаянные они видели что случилось с ведьмой взгляни на них они стоят словно подпорки словно столбы балаганов натыканные по всему лугу они прячутся в тени и чего-то ожидают чего был проглотил комок застрявший в горле может быть они вовсе и не прячутся а расположились в ожидании начала сражения условленное время мистер дак подаст сигналы и они тотчас нас окружат но сигнала не было мистер дак был занят если бы он собирался сделать это он бы давно крикнул своим уродом значит значит мы никогда не услышим его крик уилл шел по траве отец немного впереди когда они проходили мимо уроды провожали их стеклянными блестевшие под луной глазами орган сменил мелодию он насвистывал печально и нежно и музыка огибая дугу балаганов сливалась с потоком темноты он играет правильно от начала концу подумал уилл точно сначала он играл мелодию задом наперед на потом остановился и начал снова на этот раз правильно что они задумывали джим заорал уила все горло оборвало папа он крикнул только потому что услышал как орган клёпа суммировал золотые годы отмеренные вперед он почувствовал что джим остался где-то в одиночестве притянутый теплым соблазняющим притяжением покачиваясь так мелодия восхода солнца заинтересованы тем на что может быть похоже превращение в шестнадцати семнадцати восемнадцатилетнего и тогда а тогда и девятнадцатилетнего и самое невероятное двадцатилетнего ветер времени выдувал из медных труб прекрасную веселую манящую летнюю мелодию и даже выл услышав ее побежал навстречу музыки которая вырастала словно персиковое дерево повешенные вызревшими на солнце плодами нет подумал он вместо того чтобы позвать навстречу притягательному и пугающему заставить радостно подпрыгнуть заслышав мелодию гудение органа вызвало него спазм в горле прервало дыхание ударило в голову и ушло обратно в трогу калиопа смотрите как сказал отец впереди между балаганами они увидели странное шествие чем-то знакомая фигура словно мрачный султан в паланкине восседала на стуле которые поддерживали плечи разных размеров и форм после папиного крика процессия пошла в припрыжку затем бросилась бегом мистер электрика догадался уилл они несут его карусели процессия исчезла ее заслонил балаган бежим кругом туда уилл потащил из собой отца орган наигрывал что-то нежное прелестное увлекая и маня джима когда принесут мистер электрика музыка заиграет наоборот и карусель закрутится наоборот чтобы скинуть его жесткую как крылья жука кожу омолодить его брать годы тут уилл споткнулся и упал папа помог ему подняться а потом впереди послышались человеческие голоса затем раздалось что-то похожее на плач тявканье и завывание точно все кто там был упали оттуда доносили стоны кто-то задыхался кто-то содрогался а судорожных вздохов и потом толпа людей с сорванными голосами повторила стон вместе хором джим они схватили джима нет со стороны интонации прошептал через хэллоуи может быть джим или мы схватили их они подошли к последнему балагану ветер бросил пыль ему лицо уилл загородился рукой и зажал нос пыль была древней пряностью с золой кленовых листьев оседавший на землю образуясь в тени балагана она просачивалась через брезент через хэллоуи чихнул странные фигуры подпрыгнули и стремительно побежали прочь бросив что-то что они несли этим что-то был прокинутый электрический стул с ремнями свисавшими с деревянных подлокотников и подножек венчаны металлическими колпаком болтавшимся на подголовники спинки но сказал илл где же мистер электрика я думал что мистер кугер это должно быть было им что должно быть было им но ответ уже витал здесь он наседал на дорогу и кружился в бесовских порывах ветра он был осенним пеплом который осыпал их когда они повернули за балаган убить или исцелить подумал через халвы он представил людей карнавала поспешно бегущих несколько секунд тому назад ковыляющих по затоптанной траве с пыльным мешком набитым грудой старых костей привязанных стулу возможно это была попытка поддержать и сохранить жизнь тогда как действительности все это было ничем иным как погребальным костром и никакой ветер не мог уже раздуть огонь в умерших и остывших углях однако они должно быть пытались сколько раз за последние сутки они уже совершали такие панические попытки пытаясь остановить процесс распада потому что пустячный толчок слабейший вздох угрожали растрясти старого древнего кугера в мякину в пыль в прах лучше всего было оставить его так как есть пусть бы сидел в электрическом тепле свои стулы и выставлять его вечно продолжающемся представлении и со временем попытаться снова вернуть ему прежний облик однако обстоятельства изменились именно сейчас когда он не погасли и стадо зрителей скрылась темноте надо было сделать это это было нужно им всем людям карнавала напуганным единственной улыбкой вырезанной на поле всем им был необходим когер такой каким он был до его страшного преображения высоким сильным рыжеволосым но каких-то 10-20 секунд назад раз лезли последние остатки клея связывавший его упал последний болт скреплявший его жизнь и безжизненная мумия обратившись клубы дыма и ноябрьские листья была развеяна по ветру мистер кугер был перемолот развеян в лугах словно шелуха кофейных бобов о нет 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 шептал кто-то чарльз хэллоуэй коснулся руки уилла уилл перестал кричать свое нет 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 в эти последние несколько секунд он так же как и отец думал о мертвеце которого несли и у костяной муки в которую тот обратился чтобы удобрить соседние холмы теперь оставался только пустой стул и частички слюды осевшие на ремнях светящимися чешуйками уроды тащившие эту прощудливую груду старья углепетывали под покровом темноты мы заставили их убежать думал уилл но что же заставил их бросить это нет не что-то кто-то выилл прищурился опустевшая карусель продолжала крутиться вперед такое все время но между упавшим стулом каруселью кто-то стоял не урод ли нет джим папа толкнул уилла к тему тот замолчал джим подумал он а где же сейчас мистер так где-то здесь ведь это он запустил карусель так до запустил чтобы приманить их приманить джима и что еще раздумывать было некогда потому что джим обогнул упавший стул и медленно пошел к пустой крутившийся карусель он шел туда куда должен был идти он всегда это знал подобно флюгер он паре он вращался и блуждал указывая светлые горизонты на поравление теплых ветров а теперь повернулся и полусне вздрогнул ощутив притяжение до блеска начищенной меди услышав летнюю музыку маршал он не мог оторвать взгляд от карусели еще шаг еще так джим ушел задержи-ка я уилл сказал отец уилл побежал джим поднял правую руку медные стройки карусели отражали свет и отбрасывали его будущее они вытягивали тело словно густой срок и как ириску растягивали кости они окрашивали щеки джима цвет солнечного металла и придавали жесткое выражение его глазам джим дотянулся медные стойки застучали по его ногтям вызванивая новую мелодию джим медные стойки мелькали желтыми бликами словно лучи солнца взошедшего среди ночи музыка светлым фонтаном била ввысь и и джим тоже завизжал и джим на бегу кричал уилл джим хлопал ладони по медной стойке она проскочила мимо он хлопнул по другой стойке на этот раз его ладонь крепко ухватила металл пальцы потянули за собой запястье вслед за запястьем потянулась рука за за рукой плечо за плечом все тело и джима оторвало от земных корней джим выл подскочил карусели ухватил был джима за ногу но не удержал джим закружился среди завывавший ночи на огромном темном полетнему нагретом круге уилл бежал за ним джим слезает джим не оставляй меня здесь стремительно разогнавшись и джим крутился крепко сжимая стойку одной рукой уйдя в себя повинуясь лишь последним темным инстинктом свободный оставалась только другая рука которую относила ветром и она была единственной маленькой светлой частицей которая еще помнила дружбу джим прыгай уилл попытался ухватиться за эту руку но промахнулся спотнулся едва не упал с первого раза не получилось но джим должен прокрутиться еще раз уилл стоял ожидая следующего забега карусельных лошадей и стремительно летящего по кругу мальчика впрочем теперь не совсем уже мальчика джим 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 проснись теперь после полкруга пролета его лицо выглядело то июльским то декабрьским скуля и жалуясь он цеплялся за столб он хотел и не хотел всего этого он сжали желал но отвергал и снова пылка желал захвачена этим полетом жарким влекущим потоком ветра и искорящегося металла галопом июльских и ауглевских коней и чей стук копыт напоминал стук падения зрелых плодов его глаза сверкали джим прыгай папа останови его ее чарльз хэллоуэй огляделся отыскивая пульт управления который оказался в 50 футах отсюда джим крикнул уилл почувствовал острую боль в боку ты мне нужен вернись а там на другой стороне карусели летний стремительно летящий джим боролся собственными руками со стойкой с полетом с в хрящущей ветром пустоте с наваливающейся на него ночью и крутящимися в вышине звездами он отпускал стойку он хватал ее и его правая рука протянутая наружу молила словно уилл было его последней надеждой джим джим проехал круг там внизу на темность ночной станции из которой его поезд отошел неизвестность в метель конфетти вот про компостированных билетов он увидел уилла уилле уильяма хэллоуэя юного приятеля и на вдруг который будет для него еще более юным в конце этого путешествия и не просто юном но и вовсе не знакомых с мутным воспоминанием из какого-то другого времени какого-то нового года но сейчас этот мальчик этот друг одиноко бежал за поездом догоняя его спрашивая куда он едет или требуя чтобы он сошел с поезда что же ему нужно джим ты помнишь меня и уилл бежал по кругу пальцы коснулись пальцев ладонь коснулась ладони снежно-белое лицо джима смотрел вниз вы убежал за крутящийся каруселью где вам почему он не выключает ее рука джима была теплой знакомый настоящий она накрыла его руку вылжал ее пронзительно закричав джим пожалуйста но они продолжали крутиться джим ехал уилл сумасшедшим галопию бежал следом пожалуйста уилл резко дернулся джим тоже резко дернулся пойманная жимом рука уилла была охвачена уильским жаром она двигалась как пойманный зверек который удерживал и ласкал джим удаляясь по кругу будущие времена так его рука отправляясь день вдаль во времени становилось чужой ему она узнавала то о чем сам он мог лишь догадываться лежа в полусне 14-летний мальчик с 15-летней рукой и одновременно она была у джима он крепко стиснул ее и не выпускал а лицо джима стало ли оно старше совершив круг этого путешествия было ли ему сейчас уже 15 уилл тянул к себе джим тянул к себе в другую сторону уилл упал на помост карусели они оба оседлали ночь теперь не только рука весь уилл целиком ехал со своим другом джим папа как это славно просто стоять кататься ехать вместе с джимом когда коля уже не смог не стащить джима с карусели не оставить его на ней вперед вперед все соки его тела пришли в движение потекли ослепив его ударив уши прострелив поясницу электрическими разрядами джим кричал уилл кричал они проскакали уже полгода в скользящей мимо темноте наполнены теплыми запахами плодов прежде чем уилл крепко схватив джима за руку решился выскочить из этих зовущих прекрасных растущих ввысь лет он спрыгнул с круга увлекая за собой джима джим не мог выпустить из рук стойку не мог отказаться покинуть эту чудесную карусель уилл вопил джима хватившись одной рукой за друга второй за карусель его душа тело одежды рвались на части глаза джима сделали слепыми как у статуи карусель вертелась завопив джим свалился перекувыркнувшись в воздухе был попытался поймать его но джим ударился землю покатился за тихо через хэллоуэй рванул рубильник щита управления опустившие карусель замедлила ход ее кони перешли на шаг и не спеша поскакали в сторону далекой ночи перевалившие на вторую половину лета чарльз хэллоуэй его сын опустился на колено около джима чтобы прощупать пульс и послушать сердце побелевшие глаза неподвижно смотрели на звезды о господи закачал уилл неужели он умер умер отец уилла провел рукой по прохладевшим лицу и по холодной груди джима не похоже вдалеке на дороге кто-то позвал на помощь он посмотрели они посмотрели в ту сторону внизу огибая билетные кассы спотыкаясь растяжки балаганов и глядываясь через плечо обезжал мальчик помогите он гонится за мной кричал мальчик ужасно и ужасно я хочу домой мальчик подбежал и прижался к отцу уилла о помогите я потерялся я боюсь отведите меня домой это человек с татуировками мистер дак удивился да он за татуировал мальчик он там внизу ой остановите его уилла отец поднялся на ноги позаботься джимми попробуй сделать искусственное дыхание хорошо малыш идем мальчишка пустился бежать сюда сюда побежав следом чарльз хэллоуэй присматривался к обезоневшего страха мальчику увлекавшему его за собой он разглядывал голову очертания фигуры и в особенности как линия спины переходила в бедра мальчик окликнул он его уже в двадцати футах от того места где уилла склонился над живым как тебя зовут некогда крикнул тот набегу джет скорее скорее через хэллоуэй остановился джет позвал он мальчик остановился и вернувшись потер ладонями локти только тебе сколько тебе лет джет девять ответил мочуган черт побери нам надо спешить мы прекрасный возраст джет перебил его через хэллоуэй всего лишь девять такой юный я никогда не был таким черт бы вас побрал злобно зарвал мальчишка пожалуй ты сам возьмешь кого захочешь сказал хэллоуэй и шагнул к нему мальчик отшатнулся ты боишься только одного человека джет меня вас мальчик все еще пятился назад что за вздор юрта почему же вас потому что иногда добро вооружено а зло безоружно иногда трюки не получается иногда людей не удается перестрелять по одиночке это ночью из твоего разделяя властвую ничего не получится джет так куда же ты ведешь меня джет может быть в льву винную клетку который ты приготовил для меня заранее куда-нибудь вроде зеркального лабиринта так что же джет давай-ка закатаем твой пиравый рукав а джет огромные глаза как лунные камни тверкнули на чарльза хэллоуэй мальчик отпрянул назад но он успел схватить его за рубашку и вместо того чтобы просто закатить рукав сорвав всю яйца и ком да джет почти спокойно заключил чарльз хэллоуэй все в точности как я и думал вы 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 да джет я это я но главное ты посмотри-ка на себя я глядел его а там по тыльной стороне мальчишеской руке по пальцам и вдоль запястья ползли синие змеи с ядовито голубыми злобными глазами синие скорпионы метались рядом с голубыми акулами вечно голодными раздевающими пасти чтобы сожрать всех уродов выколотых так тесно что щека одного прижималась к щеке другого пока у кожи к коже телу к телу уроды теснились по груди сверху донизу толпились на мальчишеском торсе прятались складках кожи на этом маленьком маленьком слишком маленьком продрогшим и дрожащим от страха теле что и говорит джет тонкая работа это просто искусство вы мальчик ударила по лицу да это все еще я чарльз хэллоуэй спокойно принял удар и слезла мальчишку нет о да сказал чарльз хэллоуэй сжимая его правой рукой тогда как изродована лево беспомощно свисала плечо да джет попробуй к теперь повернись попробуй убеги на то здорово придумал заманить сначала меня расправиться со мной а потом вернуться за уиллом а если нагрянет полиция что же ты всего лишь десятилетний мальчик а карнавал конечно он не твой как можно стой смирно стой смирно джет что ты дергаешься полиция не успеет и глазом моргнуть а владельца карнавала и след простыл разве не так джет замечательно придумано вы не должны меня обижать запил мальчишка забавно ответил чарльз хэллоуэй а мне кажется что должен он почти нежно все крепче крепче прижал к себе мальчика убийца истошно запил мальчишку убийца я не собираюсь убивать тебя джет или мистер дак или как тебя еще ты сам себе убьешь потому что ты не можешь быть рядом с таким с такими людьми как я уж если не так близко то по крайней мере так долго злой застанал мальчишка изгибаясь и корчились вы злой злой отец уилла смеялся и от его смеха мальчишка покрылся пятнами словно от осиных укусов и он задорожал еще сильнее злой мужские руки крепко держали маленькое тело словно липкая бумага муху странно слышать это от тебя джет хотя возможно тебе так и кажется злому добро кажется злом я буду делать тебе только добро джет я буду просто держать тебя и наблюдать как ты сам себя отравляешь я буду делать тебе добро джет мистер дак мистер владелец карнавала мальчик пока ты не расскажешь что случилось с жимом разбуди его освободи его верни его к жизни не могу не могу голос мальчика слабил пропадал снова нападал коллиц не могу значит ты не хочешь не могу прекрасно малыш отлично тогда вот тебе вот и еще и еще могло показаться что отец и сын пылко обнимаются встретившись после долгой разлуки толпа рисунков покрывавших тело мальчика дрогнула сначала рассеиваться рисунки таяли на глазах глаза мальчика с ужасом смотрели на рот державшего его человека он увидел ту странную можно сказать даже приятную улыбку которую он однажды уже улыбался ведьми чарльз хэллоуэй еще крепче обнял мальчика и подумал что зло обладает только той силы которую даем ему мы я не даю тебе ничего я беру умри 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 огоньки в испуганных глазах мальчика погасли как догоревшие спички мальчишка и уже едва заметная толпа избитых и раздавленных чудовищ повалились на землю казалось должен был раздаться рев и грохот есть как если бы обрушилась гора но послушался только легкий шорох словно бумажный японский фонарик упал в пыль чарльз хэллоуэй долго стоял глядя на тело и глубоко натужно дышал в проходах между балаганами возникли таяли причудливые тени уродов и людей все они отягощенные своими грехами страхи и растерянности жалобно стонали прислонившись к столбам шатров где-то там вышел на свет скелет в другом месте карлик который почти уже знал кем он был раньше выполз как крапость темной пещеры на свет и ищурился глядя на уилла склонившуюся над джимом присматривался к отцу уилла в изнеможении согнувшимся над неподвижным телом мальчика а карусель тем временем двигался медленнее медленнее наконец остановилась покачиваясь как паром на волнах развиваемый ветром травы карнавал походил на огромный погасший очаг в котором мерцали угольки это тени приблизились посмотреть что произошло возле карусели и глаза их горели там освещенной луной лежал разрисованный мальчик по имени дак там же валяясь убитые драконы разрушенные башни крепостей чудовище из немыслимых времен напоминавшие испорченные в речеканке монеты птеродактиле похожие на бипланы сбитые в древних войнах изумрудные раки выброшенный на белый обещанный берег приливом жизни который никогда больше не повторится все эти рисунки менялись на глазах сдвигались съезживали все больше по мере того как маленькое тело ствала глаз на вы стянувшимся от холода пупе казалось непристойно подмигивал сосок изображавший глаз огромного мастодонта сморщился и чудовище ослепло с ревом проклиная свою слепоту каждая картинка украшавшая раньше взрослого мистера дака теперь в миниатюре была перенесена на кожу мальчика которая была точно ветхий брезент натянутый на скелет ребенка уроды один за одним появлялись из брака и точно живая карусель скользили вокруг чарльза хэллоуэя освободившись от огнетавшей его тяжести уилл на некоторое время оставил свои отчаянные попытки вернуть жима к жизни нет он не испугался наблюдателей вышедших из тьмы для этого не было времени а если бы он посмотрел на них внимательно то обнаружил бы что уроды просто глубоко дышат как будто долгие годы не знали такого прекрасного свежего воздуха а пока чарльз хэллоуэй смотрел и вместе с ним смотрели державшиеся на расстоянии фосфорические когнелушке влажные как у омаров и холодные бесстрастные глаза мальчик который бежал который был мистером даком ху 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 ладил с каждым мгновением потому что смерть разрушала охранявшие его изгороди из рисунков ночных кошмаров сверкающих молнии мгновенных набросков которые сбивались свертывались прижимались к земле или взмывали ввысь подобно ужасным знаменам проигранной войны затем один из один за другим они начали исчезать со стертого на земле тлещет тщедушного тела многочисленные роды со страхом смотрели вокруг словно ущербная луна вдруг стала полной и в ее ярком свете они смогли увидеть все что ранее было скрыто темнотой они растирали свои запястья словно освободившиеся цепей терли шеи будто страшная тяжесть свалилась с их сгорбленных плеч они с трудом выкарабкивались из могил в которых были погребены заживо протирали глаза изумленно оглядываясь на нагромождение страданий которые они испытали около замерзшей карусели если бы хватило смелости они наклонились бы потрясая руками над этими бледным лицом смертвенно улыбающимся ртом но если бы это случилось они оцепенели бы увидев как их собственные портреты живые свидетельства их беспощадной аллости злобы и отвращающей жизнь вины итоги увиденного их слепыми сущностей глазами сказанного их искалеченными ртами сделанного их заманивающими и обманывающими телами как все это таяло на убогом могильном холмике снега в который превратился всесильный дак там расставил скелет на черно премудрый карлик вот и глотающая лава уже исчез с тела этого осеннего человека следом за черным палачом там рвался выси исчезал пустой летящий по ветру монгольфьер человек воздушный шар пузырь великолепный поднялся в чистый воздух все это совершалось там рассеивались исчезали дьявольские орды по мере того как смерть до чисто отмывала разрисованную доску и вот уже обыкновенный мертвый мальчик ничуть не изуродованы картинками смотрел на звезды пустыми глазами мистер дака ах облегчено вздохнули хором странные люди и тут может орган колеопа последний раз взрывел голосом мистера дака может это гром с просонья повернулся в облаках вдруг все сдвинулось и закрутилось уроды в страхе бросились бежать на север на юг на восток и на запад освободившись карнавала темного предначертания а свободные друг от друга они бежали как свиньи как кабаны испуганные бури казалось что каждый убегая дернул за растяжку и вытащил колышек которым крепился брезент балагана теперь небо содрогнулась от гибельного выдоха среди грохота резкое скрипа схлопнувшейся темноты когда балагана шатары рухнули стремительно со свистом как кобры летели за растяжки хлопали скользили словно бичи косили траву тросы огромного главного балагана содрогались в конвульсиях опорные столбы трещали как кости все качалась перед неименуем поением огромный шатер бродящего зверинца захлопнулся как мрачный испанский веер палатки и шатры расставленные по лугу повалились словно по команде подданной ветром поднявшимся при разрушении гиганта а затем наконец главный балаган словно огромный доисторический летающий ящер был втянут в нягару взбесившегося воздуха лопнули 300 пеньковых змей расщепились и рухнули черные боковые опоры словно зубы вырванные из циклопической челюсти по воздуху было разрушающееся крыло площадью во много окров похожие на воздушных змей пытающийся улететь но связанный землей и должен был в конце концов уступить земному притяжению должен был развалиться под свои собственные тяжести теперь этот огромный балаган выбрасывал жаркие гнилые вздохи тучи конфет которые было древним уже в ту пору когда каналы венеции еще не оделись камнем и выдавливал струи сладкого розового сиропа похожие на ленивых удавов разрушаясь шатры и балаганы сбрасывали кожу безутешно стонали до последнего мига пока высокие бревна служившие спинным хребтом чудовища не упали с грохотом и ревом пушечных залпов орган калиопа еле хрипел пояс покинутый игрушкой стоял в поле уродливые намалеванные маслом картинки клопали в ладоши на последних еще стоявших флагштоках затем и они повалились на землю скелет единственный кто не убежал наклонился поднял с земли тело хрупкого мальчика который недавно был мистером даком и ушел в поля через мгновение выл увидел тонкого человека и его ношу человек шел по склону холма следом за убежавший карнавальной толпой лицо уилла отражало все происходившее чутко воспринимая быструю смену событий шум крики самотоху смерти бегущих прочь уродов кугер дак скелет карлик который был творц был торговцем гормотводами не убегайте вернитесь мисс фолик где вы мистер мисс фолик где вы мистер красете все кончилось успокойтесь все в порядке возвращайтесь возвращайтесь уже на ветер уже расправлял траву примяту их ногами и теперь они могут бежать вечно пытаясь обогнать самих себя поэтому уилл вернулся назад присел над джимом надавил на его грудь и отпустил еще не до еще надавил и отпустил затем дрожат страха дотронуться до его щеки джим джим был холоден как пласт вывернутой лопатой земли под покровом холода казалось сохранилась непрочная последняя теплота в бледной коже скрывался некий цвет но когда уилл пощупал запястье джима он не нашел пульс и когда приложил его ухо к его груди не услышал как бьется сердце он мертв вчера с холлоуэй подошел к сыну и опустился на колени перед его другом чтобы дотронуться до неподвижного горла до застывшей груди нет а задача напротив сон не совсем мертвый слезы хлынули с глаз уилла он был разбит потрясен и уничтожен прекрати реветь запрещал отец хочешь спасти его слишком поздно у папа замолчи слушай но выл и рыдал тогда отец отащил его в сторону и ударил один раз по левой щеке один раз сильно по правой казалось так он выбил из него все слезы ни одной не осталось уилл отец свирепа ткнул пальцы в него и в джима проклини это уилл все это всех этих мистера дака его шайку ведь им нравятся плачущие боже мой как они любят слезы господи иисусе чем дольше ты рыдаешь тем больше они пьют соли стекающие с того подбородка завопи давай завопи завой они как кошки почуют тебя поднимись встань с колен проколени этот карнавал прыгай пляши вопи и кричи от радости ты слышишь кричи уилл пой но больше всего смеси это главное это твое главное оружие смеси я не могу ты должен это все что у нас есть я знаю библиотеке ведьма сбежала бог мой как она удирала а потом я же застрелил я с помощью смеха все лишь улыбка вы или ночное отродье не выносит ее потому что в ней солнце мы не сможем победить их если будем печальными уилл но черт возьми ты видел зеркала они эти зеркала наполовину затолкали меня в могилу они показали мне меня старой развалиной они ругали меня они до того запугали мисс фоли что она примкнула к их великому походу в никуда присоединилась к дуракам которые хотели овладеть всем это самое идиотское желание овладеть всем бедные проклятые глупцы их заманила ничто они словно собака которая уронив кость бросается за отражением кости в пруду уилл ты видишь каждый из зеркал порвалилась как ледяная глыбов вот теперь без камня без ружья или ножа только от моих зубов открытых в улыбке от моего горла языка и легких издавших суки смеха я расстрелял эти зеркала просто смехом я уничтожил 10 миллионов испуганных глупцов и дал возможность настоящему человеку встать на ноги стой на своих ногах уилл но джим запинаясь протестуал полужив полумер джим и был таким искушенный злом теперь он зашел слишком далеко и может быть его не вернуть но он ведь боролся чтобы спасти себя правильно протянул тебе руку чтобы упасть освободиться от дьявольской машины разве не так поэтому мы закончим эту борьбу за него давай двигайся уилл натужно дернулся потянулся пошел беги уилл снова засыпел сдерживая слезы попадала пощечину слезинки метеорами слетели со щек а ну пляши прыгай кричи он подтолкнул уилла зашаркал рядом с ним потом силы сунул руку в карман так что лопнула подкладка повернул его наружу и выхватил что-то блестящее серебристое это была губная гармошка папа выдул аккорд уилл встал опять уставившись на джима папа отвесил ему плюху не смотри беги уилл пробежал пару шагов папа вылл другой аккорд дернул уилла залог и потом схватил и подбросил уроки ой что да господи что угодно гармоника фальшивая изыграла лебенгенную реку папа уилла 2 тащился опустив головы и добавил это ж глупо конечно мы и хотим этого глупый человек глупая гармоника фальшивая мелодия папа радостно закричал он кружился как танцующий жиравль но он еще не мог стать совсем простым и глупым он лишь хотел нашуметь хотел нарушить тишину уилл крикнул он а ну-ка погромче посмешней проклятие ада не давай им пить твои слезы а то они захотят еще уилл не отдаваем свой плач ведь они вывернут его наизнанку сделают своей улыбкой будь я проклят если смерть наденет мою печаль как свой праздничный наряд не корми их печалью уилл расслабься дыши глупо жду и он схватил уилла за волосы и тряхнул его голову ничего смешного вяло отозвался уилл ишь ты а разве это не смешно я ты джим всем и настоящий снайперы смеха смотри и чарльз хэллоуэй провел рукой по лицу захлопал глазами прижал нос подпрыгнул как шимпанзе завальсировался ветерком выбил в пыль и чечетку закинул голову словно собирался лаять на луну подхватил уилла и потащил за собой смерть просто смешно будь она проклята господи наклонись и раз два три уилл легче шаг начнем с лебединой реки а следующий что уилл дальше дальше отсюда уилл подай свой божественный голос скачи парень уилл подскакивал приседал его щеки разгорелись горло очистилось словно он съел лимон он почувствовал что грудь распирает будто в ней воздушный шар папа подул свою серебряную гармонику это где же старики затянул уилл остановись заорал отец слышалось лишь шарканье ног прихлопывание подпрыгивание подталкивание а джим джим был забыт папа принялся щекотать уилла между ривер эта песня поют леди из камп тоуна дуда закричал уилл дуда теперь пас получилось уже с мелодией воздушный шар в груди вырос в горле запершила трек в камп тоуне пять миль о дуда они изобразили минуэт и тут это случилось уилл почувствовал что воздушный шар в груди вырос до огромных размеров он улыбнулся что удивился папа уилл фыркнул и засмеялся что ты сказал спросил папа сила наполненного горячим воздухом шара еще шире раздвинул улыбку откинула голову уилла назад папа папа он запрыгнул он схватил папу за руку он понесся как безумный закрякала уткой закудахтал кувырчонком хлопнул ладонью по коленкам отбился щетку так что пыль взвилась вверх о сюзанна не плачь из-за меня я приду из алабамы тебе с банджо и они подхватили вместе груди зажмурив глаза папа наигрывал веселые аккорды гармоника присвистывая стучало по его зубам он кружился и подпрыгивал выбиваю дрожь каблуками ха они столкнулись едва не сбив друг друга с ног стеснулись головами еще громче и поры вести и выкрикивая ха о боже ха о боже уилл ха ты слабак ха и этот бешеный смех перебивала лишь чиханье они кружились и наконец стали приглядываться кто лежал там на освещенной лунной земле джим джим найтшейд не пошевелился ли он не раскрылись ли его губы не дрогнули веки не порозовели щеки не смотри схватил уилла за руку папа увлек его плясать дальше расставив руки они пели просто ноты до си до гармоника жадно глотал эти неотесанные мелодии из рук папы который словно аист отплясывал на негнущихся ногах и как кондюкта порщил локти они перепрыгивали через джима то туда то обратно словом тот был камнем валявшимся на траве это кто там в кухне с диной это кто там в кухне я знаю джим облизал губы никто этого не заметил а если они заметили это сделали вид что не замечают они боялись ошибиться все остальное джим сделал сам его глаза открылись он наблюдал за танцующими дураками он не верил своим глазам он был далеко он путешествовал сквозь годы и теперь когда вернулся не услышал удивленного окрика эй старина они плясали джигу плясали самбу казалось он вот-вот заплачет но вместо того вместо этого его рот дрогнул он сдал подобие смеха потому что увидел глупого уилла его глупого старого папу который как гориллы который как гориллы скакали по лугу они перепрыгивали через него хлопали руками наклонялись чтобы омыть его полноводным потоком своего громкого смеха который не остановился бы и даже если бы небо упало на землю или земля разверзнулась у них под ногами они хотели смешать свое бурное веселье с его робким удивлением зажечь свет жизни не поглядывая вниз во время этого свободного восхитительного танца уилл думал джим не помнит что был мертвым поэтому сейчас мы не скажем ничего когда-нибудь потом но не сейчас не ду да ду да они даже не сказали привет джим или потанцуй с нами они просто протянули руки словно он упал самотохи карнавала и нуждался помощи чтобы подняться и присоединиться к ним они подхватили джима джим взлетел джим принялся танцевать с ними схватившись за руки ладонь к ладони они от души бежали пели радостно прыгали и уилл знал что живая кровь омыло сердце друга они подхватили джима как новорожденного хлопали его по спине оставляя дышать выправляя неумелое еще дыхание затем папа наклонился упершись руками в колени и уилл перепрыгнул через него уилл наклонился и папу перепрыгнул затем они встали один за другим наклонились хрипя свои песни чувствуя приятную усталость во всем теле и ждали продолжение чехарды пока джим проглотив комок застрявший в горле разбегался и прыгал однако он не сумел перепрыгнуть через то через папу они упали покатились по траве и это куча мала кричала собой и орлл слом ревела как медные трубы словно в первый день творения и первозданность радости тех кто еще не был изгнан из райского сада потом они наконец уселись хлопнули друг друга по плечам обнялись и покачиваясь из стороны в сторону от переполнившего душу части смотрели друг на друга отдаваясь пьянящему радостному умиротворению и тогда они улыбнулись и улыбки на их лицах загорелись словно факел и они посмотрели вдаль полей опоры темных шатров валялись как слоновые бивни среди мертвых брезентов трепетавших под ветром словно лепестки чудовищной черной розы во всем спящем мире лишь они трое словно кошки с наслаждением грелись под луной что случилось просил кани джим лучше скажи что не случилось крикнул ответ папа и они снова рассмеялись но вдруг уилл обнял джиму крепко прижал к себе и зарыдал ей сказал джим спокойно поглаживая его в ответ и ей о джим джим сказал уилл мы будем дружить вечно а как же конечно спокойно ответил джим все в порядке сказал папа немного поплакали немного посмеялись и теперь пошли домой они поднялись на ноги и стояли рассматривая друг друга и улл оглядывал отца и гордился им о папа папа это ты сделал ты это сделал нет мы вместе это сделали но без тебя мы пропали бы о папа я же совсем тебя не знал а теперь я знаю неужели знаешь вел очень даже знаю они видели друг друга сквозь мерцающую орел влаги ну что же тогда здравствуй папа протянул руку уилл пожал ее оба рассмеялись вытерли глаза и только тогда присмотрелись к убегающим калам следам на россии папа они когда-нибудь вернуться и нет и да и папа спрятал гармонику нет вернуться не они да придут другие люди которые будут похожи на них не обязательно с карнавалом бог знает в каком обличии они появятся следующий раз непременно придут они в дороге нет сказал уилл да сказал папа мы должны остерегаться их все оставшуюся жизнь борьба только началась они медленно шли вокруг карусели на кого они будут похожи как мы их узнаем кто знает спокойно ответил папа может быть они уже здесь мальчики быстро оглянулись но был только лук карусели они сами уилл посмотрел на джима на отца на себя и свои руки потом поднял взгляд на папу папой печально и серьезно кивнул тем показал на карусель забрался на нее и затронулся на медной стойке уилл забрался к нему джим устроился рядом с уиллом джим погладил гриву лошади уилл похлопывая по кругу огромный круг карусели тихо наклонился будто следует за приливами и отливами ночи только три раза по кругу вперед подумал его вот здорово только четыре раза по кругу вперед подумал джим вот так то старик только девять раз по кругу назад подумал через хэллоуэй бог мой и каждый угадал по глазам мысли другого как просто подумал уилл только разок подумал джим но тогда подумал через хэллоуэй стоило бы вам только начать вы бы постоянно сюда возвращались еще одна поездка и еще одна а через некоторое время вы бы предложили покататься своим друзьям и потом появилось бы еще больше друзей и так до тех пор пока наконец эта мысль поразила их всех а в один и тот же момент наконец вы заведете владелицы карусели на смотрящего над уродами собственника некой ничтожной части вечности который путешествует с представлениями мрачного карнавала может быть сказали и глаза они уже здесь час хэллоуэй пробрался к механизму карусели отыскал гаечный ключ и разбил на куски шестеренки расплющил зубчатки затем стащил с карусели мальчишек и ударил по пульту как этот не сломался разбросав прерывистые молнии возможно в этом нет особой необходимости сказал час хэллоуэй возможно она никуда не годится без уродов которые дают ей энергию но он на всякий случай ударил по ящику с там еще раз и выбросил гаечный ключ уже поздно наверное уже полночь и вслед за его словами послушно пробили часы на ратуше часы на баптистской церкви на методистской на епископальной на католической церкви все часы пробили двенадцать ветер рассеял над землей семена времени то последний добежит до семафора тот девчонка мальчишек словно выстрелили из пистолета отец колебался только мгновение он ощутил смутную боль в груди что если я побегу с ними подумал он разве важна смерть нет имеет значение только то что случается перед смертью а мы этой ночью совершили замечательное дело его даже смерть не сможет испортить мальчишки побежали к семафору а почему бы не побежать за ними и он побежал господи как прекрасно было оставить следы жизни на рассе в холодных полях этим новым неожиданно похожим на рождество утром мальчики бежали как пони упряжки знаешь что один из них первым дотронется до столба семафора а другой вторым и или совсем не дотронется и сейчас это первая минута нового утра не было минуты или днем или утром не возвратной потери теперь не было времени изучать лица рассматривать выглядит ли один старше и насколько моложе другой сегодня был такой день октября такой день года который неожиданно оказался лучше чем можно было предположить всего лишь один час тому назад день с луной звездами скользящими в грандиозном вращении неминуемо ведущим к рассвету и с ними ковыляющими по полям и с последними слезами этой ночи и с поющим смеющимся уиллом из джимом ответившим на все вопросы своим бегом по волнам сухого женивья сторону города где не могли прожить еще длинную череду лет в домах стоящих напротив друг друга и вслед за ними медленно тут трусил средних лет мужчина со своими то серьезными то мрачными то добродушными веселыми мыслями вполне возможно что мальчишки замедлили бег они никогда об этом не задумывались возможно чарльз хэллоуэй побежал быстрее он и сам не знал уилл хлопнул джим хлопнул папа хлопнул по слабо семафон и в один тот же миг и ветер присоединился к их реку еще мутрио светлая луна смотрел на них с небес неистовое веселье стихло и они спокойно направились городу а